Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Волкс Уолл Стрит. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Сделан в Америке Он был самым юным пилотом Войнга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха. Пани со стволами Реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия. Ирана поезжения Когда речь идет о деньгах, совесть молчит, А уж если речь об огромных деньгах, это основанная на реальных событиях история нескольких парвитцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года, задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит, и предсказав ставить на нем зарабатывать, сами того не желая. Грязь 2013 года Главный герой – продажный шотландский полицейский Брюс Робинстон, помешанный на сексе и кокаине. Ему бы надо расследовать убийство, но ему сильно мешают собственные странности, привычка разыгрывать коллег и беготня за девушками. За Робертсоном присматривает его напарник Рэй Ленокс и начальник Боб Туалл. Великий Гэтсби 2013 года Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюканен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Афера по-амрикански 2013 года. В основе сюжета фильма – реальная спецоперация, проводимая в конце 70-х, начале 80-х, ФБР под кодовым названием «Апскан». Она изначально была нацелена на расследование торговли краденным товаром. ФБР собиралась внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях. Кровью и потом. Анаболики. 2013 года. Фильм основан на реальных событиях. Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшн-боевике, может не сработать. Датский клуб покупателей. 2013 года. Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили спид. Врачи отвели ему всего 30 дней. Но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. 99 франков. 2007 года. Октаву нет равных во вселенной, ведь он занимается рекламой. Это он решает, чего ему захочется завтра. Для него человек – это такой же продукт, как и все остальные. Октав трудится в крупнейшем рекламном агентстве. У него полно денег, женщины кокаина. Но, тем не менее, его терзают сомнения. Две вещи в корне меняют жизнь Октава – роман с Софи, самой красивой сотрудницей агентства, и совещание в гигантском молочном концерне «Мадонн» по поводу рекламного ролика. Октав срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы, которая его породила, саботируя свою же рекламную кампанию. Гангстер. После смерти хозяина, Фрэнк Лукас, тихий водитель гарлемского преступного авторитета, решает создать собственную криминальную империю. Его специальность – героин, которую он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии. Лукас считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема. Но по следам Фрэнка уже идет Ричи Робертс, редкий для Нью-Йорка образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!